Совсем недавно был прочитан на богослужении этот отрывок в честь 70 апостолов, когда была память одного из них. И вот сегодня снова он читался уже как рядовое чтение сегодняшней пятницы. И только евангелист Лука рассказывает об этом событии, об избрании 70 других учеников помимо 12 ближайших. Видимо, он был сам один из таких 70 впоследствии избранных учеников, потому что другие евангелисты никто об этом не говорит. Если сравнить с избранием 12 апостолов, то здесь очень много похожего. Правда, при избрании 12 Иисус дает такие наставления, что на путь к язычникам не идите, в город к самарянам не входите, а идите прежде всего к потерянным овцам дома Израиля. Здесь уже он эти слова не произносит. Тут имеется в виду, что он посылает их по два других 70 учеников пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Известно, что во второй половине своего служения земного Иисус сам это правило нарушал. То есть он шел не только по израильским городам, но, допустим, в Тир и Сидон, которые упоминаются здесь же вот дальше. А Тир и Сидон – это были финикийские города средиземноморские, которые уже выходили, собственно, за территорию израильских 12 колен. Там жили одни язычники. Вот. И понятно, что проповедь 70-ти, служение их оказалось весьма кратковременным. В чем оно состояло, не очень ясно, но, скорее всего, опять-таки, в том, в чем сослужение и 12-ти. Но 70 были избраны совсем незадолго до окончания земной миссии Христа, его страданий. И если 12 символизирует число племен колен Израиля, и к ним должна быть обращена проповедь 12-ти учеников, то число 70 символизирует число всех народов в мире. Тогда так считалось – 70 или по другим спискам – 72. Число народов мира. Когда мы читаем 10 главу книги «Бытия», то там перечисляются все поколения от Сима, Хама и Яфита, которые потом размножались на земле после потопа. Ну и тогда считалось, если посчитать эти все звенья, эти родословные, их как раз будет 70 или 72 по другим спискам. Поэтому это число тоже символическое. Означало, видимо, то, что проповедь 70-ти должна быть обращенной уже помимо Израиля с сопредельным, скажем так, народом, окружавшим его. И посылая на проповедь учеников других, он говорит тоже характерные слова, что он говорил и 12-ти. «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуете». Когда начал складываться в то время уже Талмуд иудейский, то в Талмуде можно найти тоже одно замечание, что если человек входит на храмовую гору, он не должен с собой брать ни денег в поясе и входить туда с пыльными ногами и с обувью на ногах. То есть то, что предназначалось для храма и этого святого места, Иисус говорит эти слова, понятные, в общем, всему иудею, каждому иудею, уже в отношении всего, так сказать, мира окружающего, всех народов, то есть посылая учеников на проповедь, на служение, он как бы и имеет в виду, что получается храм Божий и место святое не только храмовая гора, куда, допустим, ученики восходили, и все паломники восходили на какие-то празднества великие, но и вот ученики посылаются куда бы то ни было, в какое бы то ни было селение, вот, и они идут с тем же, как бы, должны идти с тем же настроением, если бы они восходили на храмовую гору. Вот так получается. Весь мир, по сути дела, в расширенном понимании храм Божий. Бог присутствует не только в каком-то определенном святом месте, Ему посвященном, Он присутствует, конечно же, везде. Там, где люди нуждаются в Его утешении, в Его любви, туда посылаются ученики, потому что у Бога, который невидим, нет других рук, кроме наших, нет других служителей. Вот, и Он поэтому и говорит, что жатвы много, делателей мало, и так молите Господина жатвой, чтобы выслал делателей на жатву свою. Эти слова и тогда были актуальны, и сейчас актуальны, и, наверное, они всегда будут актуальными, потому что так получается, что никогда не будет хватать вот таких вот жнецов или вот служителей Божьего Слова. Всегда кто-то будет нуждаться в благовестии любви, свободы, как Иисус говорил, что Он пришел отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благодатное или благоприятное. Вот, и еще такое замечание. Никого на дороге не приветствуете. Вот, это не значит, что ученики, вдруг встретив кого-то, должны были пройти мимо, не кивнуть головой, не сказать привет в нашем понимании. Нет, имеется в виду не это. Не это краткое приветствие, а то, что обычно, если уж люди приветствовали друг друга по восточному обычаю, они должны были друг друга о чем-то расспросить, там, как дела, как-то здоровье, как родители, дети и все прочее, провести беседу, может быть, даже минут пять, а может быть и больше, скажем так, побеседовать, а потом расстаться. И если так в течение дня таких нескольких человек попадется, то уже, можно сказать, и день будет потерян для самого главного, ради чего Христос своих служителей призывает. Вот. И поэтому имеется в виду, что не тратьте время на такие вот беседы, пусть даже они занимают несколько минут, но сосредоточьтесь на главном, так Иисус хочет сказать. И, естественно, оставайтесь, как Он говорит, в том доме, где вас принимают, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойен награды за труды свои. А вот в таком раннехристианском документе, как Дидахе, учение двенадцати апостолов, которое появилось, может быть, даже раньше, чем Евангелие канонические, а может быть, одновременно с этим появилось, как сейчас полагают, впоследствии было утеряно и открыто только в девятнадцатом веке, это учение двенадцати апостолов. Там, например, говорится такая деталь интересная, что если кто-то из пророков у вас будет находиться в доме больше трех дней, то это лжепророк. То есть оставаться в доме, скажем, странствующим апостолом, пророком можно было, но не более трех дней. Такая деталь. Потому что, значит, если он хочет оставаться больше, имеется в виду, что он хочет пожить за ваш счет. Вот. А это уже недопустимо для служителя. Это лжепророк. Поэтому, да, трудящийся достойен пропитания, награды своей, но он не должен злоупотреблять этим. А вот пожить, допустим, два-три дня, не больше, и переходить в другое место, и там останавливаться. И, конечно, в конце тут звучат довольно-таки суровые слова. Не очень понятны уже из современного контекста горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся... До неба вознесшийся... Здесь, скорее, в подлиннике вопросительная фраза. И ты, Капернаум, до неба ли будешь вознесен? Нет, да, да не звернешься. Вот. И в других параллельных местах, ибо если бы в Содоме были явлены силы, которые явлены в тебе, то он давно бы тоже оставался до сего дня. Суровые слова. Необычно суровые. Не очень понятные. Что там такое? Почему эти города Вифсаида или тем более Капернаум так уж согрешили? По сравнению с тем же Содомом. Вот. Не очень понятно. Из Евангелия из всего повествования не ясно. В Капернауме Иисус оставался, в частности, в доме апостола Петра. Однажды исцелил его тещу. То есть, он любил в этом городе оставаться. Ну, может быть, потому что его слова там почти никто не принял, кроме самых ближайших учеников или еще, может быть, некоторых единиц. Но, в общем, это и в других местах не очень-то принималось. Вот. Здесь какая-то тайна получается, не очень понятная. Но, во всяком случае, история показывает, что ни от Тира, ни от Сидона, ни от Капернаума, в общем-то, ничего в истории не осталось, только груда развалин. Вот. Эти города уже не существуют сейчас. Вот. Что с этими жителями, так сказать, и современниками Иисуса, или их предшественниками, или потомками, в плане вечности, каково им сейчас, мы тоже не знаем. Вот. Может быть, им дано было чуть больше, чем другим, и с них больше спрашивалось. Не очень понятно. В этом есть какая-то тайна. Мы только можем надеяться все-таки на милость Божию, и что это больше фигура речи. Иисус любил обострять иногда некоторые формулировки, чтобы они, по крайней мере, задерживались лучше в умах, в сердцах слушателей. Иногда эти формулировки были чересчур жестковаты, но они оставались в памяти надолго. И поэтому эти слова, конечно же, евангелисты фактически знали наизусть и их записали. Вот. Почему эти города особенно, так сказать, вызвали такое порицание со стороны Иисуса, все-таки остается вопрос открытым. Ну, а вас всех с очередным праздником Божией Матери. Наверное, нет в церковном годе больших количеств праздниц, чем посвященных Богоматери и ее различным образом. Только что был почтен образ Казанской иконы Божьей Матери, до того образ Иверской иконы Божьей Матери, наконец, сегодня всех скорбящих радость. Потом еще, опять-таки, в течение ноября будет скоропослушница, в декабре знамени и так далее, и тому подобное. Наверное, человечеству, в том числе христианскому, всегда было потребно испытывать не только отцовскую любовь со стороны Бога, вот, она воспринимается как все-таки отцовская, но и материнская. И вот получается, что Матерь Божия, родившая Бога, Слово, Сына, остается для очень многих христиан, ну, не для всех, протестанты более, скажем, прохладно относятся к ней, хотя тоже не все, протестанты разные, вот, но в целом в христианском мире есть потребность такой вот ласковой, какой-то милующей материнской любви, вот, материнская любовь всегда такое близкое очень всем понятие, ее даже не надо просто объяснять, вот, и поэтому вот волей-неволей есть у потребность, есть у христиан потребность обращаться к родившей Иисуса Христа, вот, Божией Матери, и она, мать, не только в духовном смысле возлюбленному ученику Иисуса, как он с креста сказал, вот, мать твоя, но, конечно, усыновив его в духовном смысле, она усыновляет всех нас, с праздником, чтобы скоби, все печали, у кого есть, были смягчены по молитвам нашим, нашей общей Матери в Духе. Аминь. Матери